Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы приготовим такой популярный сыр, рассольный сыр брынза. Мы подготовили молочко, и о молоке я хочу сказать несколько слов. Не годится для сыра брынза свежевыдальное молоко. Молоко должно быть как минимум вчерашнее. То есть мы вчера взяли обеденное молоко и оставили его при комнатной температуре. Оно даже имеет небольшую кислиночку. Конечно, можно и свежего молока приготовить, но тогда будет значительно меньше брынзы. То есть мы взяли вчерашнее молочко, будем готовить из 10 литров. Для приготовления сыра брынзы нам понадобится водяная баня. Мы используем вот такую вот водяную баню промышленную. Можно использовать две кастрюли. Берем кастрюлю большую и меньшую, так чтобы меньшая помещалась в большую. В большую наливаем воды, так чтобы, когда помещаем туда меньшую, донышко кастрюли касалось уровня воды. И у нас получается обычная водяная баня. Ставим ее на газовую плиту и в ней готовим точно так же, точно такой же эффект, как вот этой вот нашей импровизированной сырофарни. Но просто надо газ регулировать. Здесь у нас регулятор и мы регулируем, выставляем нужную температуру. А если вы будете готовить на водяной бане, придется регулировать газ. Нам понадобится вот такой вот термометр, который крепится на край кастрюли. Если нет такого термометра, не беда, можно просто любой другой кухонный термометр. Но нам надо контролировать температуру молока. Нам понадобится шумовка. Для разрезания сгустка мы используем вот такую вот лиру. Можно ее купить, если вы зрители из Украины, в магазине 413.com.ua. Если из Российской Федерации, я думаю, тоже можно поискать. Очень удобная штука для того, чтобы разрезать сгусток. Если нет лиры, можно использовать длинный ног. Также нам понадобится друшечок, марлечка для того, чтобы процедить молоко. И форма для сыра. Мы используем вот такие вот, рассчитываем получить из 10 литров молока где-то килограмм сыра. Используем формочку с дренажным ковриком и с поршеньком. Теперь о бактериях. В магазине тоже 413.com.ua. Всегда смело рекомендую этот магазин. К сожалению, только доступна покупка на территории Украины. Почему-то не хотят они отправлять в Российскую Федерацию товар. Я не понимаю их. Очень хорошие ферменты и очень хорошие закваски. Мы купили вот такой вот набор. Состоит он из закваски и фермента. На 10 литров приготовления сыра брынзы. Друзья, мы с молока снимаем сливки. Очень часто задают вопрос, для чего вы снимаете сливки с молока. Повторю вкратце. Если мы делаем сыры быстрого созревания, которые созревают до месяца. Или мягкие сыры, которые готовы к употреблению. Допустим, моцарелла, брынза, фиата. Которые готовы к употреблению сразу же после приготовления. Сливки можно не снимать. Если мы делаем сыры долгого срока созревания. Такие как пармезан, или к примеру, мааздам, или чеддер. То сливки надо снимать обязательно. Потому что, во-первых, мы не получим нужной консистенции. Во-вторых, сливочный вкус придаст горечи. Через 3-4 месяца, пока сыр будет созревать. И испортит наш конечный продукт. Почему мы снимаем сливки на всех сырах? По простой причине. Мы делаем из них сметану и масло. Мне жалко использовать сливки для сыра. Поэтому мы делаем из этих сливок себе дополнительно домашние продукты. Если вы не знаете, как приготовить масло. Или как приготовить сметану из домашних сливок. На нашем канале есть 2 видео, которые рассказывают в разделе сыры. Есть 2 видео, как приготовить домашнее масло. Как приготовить домашнюю сметану. Ну, собственно говоря, первое, с чего мы начнем, это снимем сливки с молочка, друзья. Снимаем сливочки простым дедовским способом, ложечкой. То есть молочко у нас простояло в тепле сутки, как я уже говорил. И имеет достаточно большой толстый слой сливок. Естественно, эти сливки поднялись в верхнюю часть баночки. Снимаем не все сливки. А вот я не знаю, видно на кадре, не видно, где-то 5 сантиметров сливок вверху банки, даже 6. Снимаем где-то половину. Остальные оставим для приготовления сыра. Удобно также наши подписчики и наши друзья советуют, для того, чтобы удобнее было снимать сливки, согнуть ложечку под 90 градусов. Это первый вариант. А недавно один из подписчиков мне написал, что он берет большой 20-кубовый шприц и просто шприцом их оттягивает, так сказать. В общем, готовим 10 литров молочка, друзья. Собираем сливки и приступим к нагреву. Теперь, когда мы сняли сливки, берем друшлячок, ложим марлечку и процеживаем молочко. Это делается для того, у нас молочко хозяйское, ну фермерское, доят его вручную, оно не очищенное и в процессе дойки может какая-то соломинка попасть, какие-то сгусточки могут в молоке оказаться. В общем, для того, чтобы избежать попадания в сыр всяких и налогных предметов, вот так вот аккуратненько процеживаем все молочко через марлечку, друзья. Перелили все молочко, вставляем градусник и начинаем нагревать. Нагреть молоко нам надо до внесения закваски до температуры 33 градуса по Цельсию, друзья. Накрываем его крышечкой, я включил нагрев в водяной бане. Вы, если готовите на плите, просто включаете газ на медленный огонь, на большой не надо, чтобы молоко, оно должно нагреться не быстрее, чем за полчаса, вот так вот. То есть не надо его резко, быстро, прям кипятить. Оно должно плавненько себе на водяной бане нагреваться. Напоминаю, молоко должно быть комнатной температуры, не охлажденное и простоять минимум от надоя 12 часов, а лучше сутки. Вообще идеально при комнатной температуре сутки, чтобы оно даже немножко, чуть-чуть было с кислинкой. Это вот особенность именно брынзы, друзья. Наше молочко прогрелось до 33 градусов и настало время внести закваску. Рассыпаем равномерно закваску по поверхности молока. Именно равномерно, чтобы она не взялась комочками. Потому что если она возьмется комочками, ее сложно будет размешать. И даем сухому порошку регидрироваться, то есть намокнуть где-то в течение одной минуты. После этого хорошенько перемешиваем молоко, причем перемешиваем не только по кругу, но и сверху вниз. Для того, чтобы молочнокислые бактерии полностью распределились по всему молочку, по всему объему. И оставляем на 60 минут, поддерживая температуру 33 градуса. За это время молочнокислые бактерии сделают свою работу. Собственно говоря, молочко заквасится и будет готово к внесению фермента. Я думаю, можно перемешивать. Действительно важно очень тщательно перемешать молоко на этом этапе. Чтобы заквасочная культура распределилась по всему объему. Итак, друзья, поддерживаем температуру 33 градуса и оставляем наше молочко с молочнокислыми бактериями, с закваской на 60 минут. Прошел час, друзья, и настало время внести молокосвертывающий фермент. Предварительно минут за 15 до этого мы сухой фермент растворили в 50 мл кипяченой воды. Дали ему регидрироваться, хорошенько размешали. Вносим его в молочко и хорошо перемешиваем. С этого момента начнет образовываться сгусток. И для того, чтобы точно определить окончание образования сгустка, нам надо проконтролировать время его начала образования. Или, как говорят сыровары, время флакуляции молока. Для этого нам надо определить точку, когда молоко начнет схватываться. Мы устанавливаем секундомер, засекаем точное время для того, чтобы потом рассчитать время образования сгустка. Для того, чтобы контролировать начало образования сгустка, мы используем простой метод. Сейчас я вам о нем расскажу. Ложим на поверхность молока, продезинфицированную, предварительно обдали кипяточком, капроновую крышечку. И видите, эта крышечка совершенно спокойно крутится. Где-то через минут 10-15 она начнет прилипать. Мы вам покажем этот момент. Сейчас мы засекли время. И когда крышечка прилипнет, это будет точка флакуляции или точка начала образования сгустка. Нам надо эту точку словить, скажем так. Поэтому каждые 2-3 минуты проверяем, как крутится крышечка. Прошло 15 минут, и наша крышечка прилипла к молочку. Видите, вот она не крутится. То есть, она такая немножко прокручивается и возвращается назад. Как бы прилипла. Это называется точка флакуляции или точка начала образования сгустка. Значит, мы умножаем 15 минут на мультипликатор 3, получаем 45 минут. Итого, от начала внесения молокосвертывающего фермента, наш сгусток при температуре 33 градуса должен быть выдержан в течение 45 минут. Накрываем его крышечкой и ждем оставшиеся полчаса. То есть, 15 минут у нас прошло, ждем еще полчаса. После этого проверим сгусток на чистое отделение и начнем его разрезать. Прошло 45 минут, и проверим сгусток на чистое отделение. Сделай это в свете, чтобы было видно. Разрезаем сгусток ножом и видим, что он полностью режется. Выступает сыворотка, по краям также выступает сыворотка. Сгусток отделяется хорошо. Настало время его порезать, друзья. Режем наш сгусток. Вначале вертикально ножом, вдоль и поперек. В это время я расскажу, как приготовить рассол. Так как брынза это рассольный сыр и созревать... Ну, в принципе, брынзу можно засолить и употреблять пищу на следующий день. Но мы его оставим на недельку засолиться в рассоле. Так вот, для того, чтобы приготовить рассол, после того, как мы сам сыр поместим в форму, у нас останется сыворотка. Мы берем эту сыворотку, нагреваем до температуры 80-90 градусов. Кстати, можно из нее собрать рикотту, сывороточный сыр. А после этого как раз уже и растворить в ней соль. И после этого на каждый литр сыворотки, то есть в зависимости от того, какого у нас размера головка, берем 200 грамм соли, растворяем ее в горячей сыворотке. После этого процеживаем через марлечку, потому что в соли обычно есть мусор. И охлаждаем. Охлаждаем в холодильнике до 10-15 градусов. После этого, как бы, это у нас будет уже готовый рассол, в котором у нас будет засаливаться брынза. Если вы по каким-то причинам не хотите использовать сыворотку, можно делать это и с водой. Но классический рецепт, все-таки, классический рецепт засаливания брынзы именно в сыворотке. То есть нигде ничего не сказано по поводу рикотты, но я думаю, что мы все-таки с сыворотки соберем рикотту. И после этого только сделаем из нее рассол и в ней будем засаливать наш сырок. Отлично порезался сгусток вдоль и поперек. И теперь его надо порезать по горизонтали. Мы используем для этого лиру нашу. Если нету лиры, то можно воспользоваться ножом под максимальным углом по диагонали. Режем этим ножом наш сгусток вдоль и поперек. Вот таким вот образом. В результате у нас должны получиться кубики где-то полтора сантиметра в размере. Ну, полтора на полтора. Плюс-минус, конечно. После того, как мы порезали сгусток, нам надо поднять температуру до 38 градусов. Я установлю термостат на нашей водяной бане на 38 градусов. И в это время температуру надо поднимать, друзья, медленно, тоже не резко. Где-то в течение 20 минут. И в это время сгусток надо время от времени помешивать, чтобы он не слипся. Вот таким вот образом. То есть, медленно поднимаем температуру до 38 градусов и помешиваем наш сгусток. Наше сырное зерно, друзья, прогрелось до 38 градусов. Даем ему где-то минутку-две осесть. И начинаем сливать сыворотку. Для этого мы подготовили отдельную емкость. И просто ковшиком сливаем сыворотку до того момента, чтобы показалось у нас сырное зерно. Таким вот образом берем ковшиком и отбираем сыворотку. Зерно еще не осело. Надо ему дать осесть где-то несколько минут. Оно полностью осядет. И после этого можно спокойно отобрать сыворотку. Теперь посолим сырное зерно. Из расчета на 10 литров молока 2 столовые ложки без горки. Хорошенько это дело перемешаем. И начнем выкладывать форму. И, друзья, по поводу прессования. В зависимости от того, какой вы хотите получить мягкий или полутвердый сыр, вы можете его прессовать либо методом самопрессования, либо прессовать под грузом. Но независимо от желаемого результата, я потом расскажу, мы сделаем две головки. Одну сделаем полутвердого сыра, одну мягкого рассольного сыра. Я думаю, что зерна нам хватит. Независимо от этого, первые 3 часа зерно должно прессоваться методом самопрессования. То есть, если мы хотим сделать полутвердую брынзу, тогда после этого мы начинаем прессовать ее грузом. Если мы хотим получить мягкую рассольную брынзу, тогда грузом ее не прессуем, а просто переворачиваем, первые 3 часа переворачиваем каждый час в форме. Рассчитай так, пожалуйста, чтобы хватило. Бери в две, выкладывай сразу же равномерно, чтобы хватило на две формочки. Независимо от того, какой сыр мы хотим получить, первые 3 часа мы прессуем методом самопрессования. Каждый час переворачиваем в форме. Потом на одну форму мы положим груз, и это у нас будет полутвердая брынза. А вторую форму мы будем прессовать до конца методом самопрессования, и потом засолим. Это у нас будет мягкая рассольная брынза, друзья. Такие большое количество, достаточно сгустка получается. Выгодный сыр, много его получается. Вот сейчас выкладываем все в формы, разровняем и вернемся к вам. Выложили наше сырное зерно, теперь надо его разровнять. Берем, давай ложечкой. Возьми вот ложечкой, ну или шумовкой. Или ложечкой, аккуратненько разравниваем. Зерно сейчас будет активно отдавать сыворотку. Кстати, я его уже попробовал, оно очень вкусное. Такое солененькое, классное. И, друзья, оставляем его на самопрессование. Критично первые три часа именно самопрессование. Накрываем поршнем, чуть-чуть придавливаем, но не сильно, чтобы не разрушить. Просто если его начать прессовать сразу сильно, то не будет красивой структуры брынзы. Он получится с трещинами такой, не очень красивый. И, конечно, идеально использовать перфорированные формы для мягких сыров. Но у нас, к сожалению, вот мы что-то начали готовить мягкий сыр. А с формами не подготовились. У нас формы только для полутвердых сыров. Вот таким вот образом оставляем на три часа. Каждый час переворачиваем. Через час мы первый раз будем переворачивать, друзья, и вернемся к вам. А всего, кстати, да, всего он должен прессоваться 12 часов. То есть первые три часа обязательно самопрессованием. Потом тот, который мы будем делать мягкий рассольный, тоже будем прессовать самопрессованием. А тот, который будем делать полутвердый, будем прессовать небольшим грузом, друзья. Наша брын запрессовалась один час. И попробуем его перевернуть. Я вот как бы задумываюсь о том, что формы для мягких сыров, они очень сильно конические. А во всех рецептах говорится о том, что сыр надо переворачивать. Вот таким вот образом. И помещаем его в формочку другой стороной. Еще на час. Пусть он у нас опять-таки самопрессуется. Еще сделаем такой один переворот методом самопрессования. И потом один сыр оставим на ночь. Он у нас будет самопрессоваться всю ночь. А второй сыр поставим под груз где-то 2,5 килограмма, друзья. И завтра утром уже перейдем непосредственно к засолке нашего сыра. Отлично все получается. Друзья, оставляем его прессоваться. Мы его еще разочек перевернем. Уже снимать этого не будем. А утром вернемся к вопросам засолки. На следующее утро, друзья, наша брынза готова. Итак, как я уже вчера говорил, мы будем засаливать ее двумя способами. Одну мы сделали мягкую. И будем ее засаливать в рассоле. И хранить потом в рассоле, как классический рассольный сыр. Для этого из сыворотки мы приготовили рассол из расчета 100 грамм соли на литр сыворотки. Сыворотка была горячая, мы собрали рикотту, растворили в ней соль, охладили в холодильнике. Сейчас она температурой где-то 12-13 градусов. И можем достать нашу брынзу. Вот такая вот головочка у нас получилась. Чудесно пахнет. И помещаем ее в рассол. Помещаем в рассол, друзья, и где-то на 12 часов солим. Каждые 2 часа переворачиваем, потому что сыр у нас плавает на поверхности, чтобы он равномерно просолился. После этого лишнее количество рассола мы убираем и оставляем чуть-чуть рассола, чтобы, грубо говоря, сырок плавал в этом рассоле. И так его храним. И, естественно, через 12 часов мы уже этот сыр можем пробовать. Ну, собственно говоря, мы его когда попробуем, уже, так сказать, этот вопрос и осветим. Я думаю, или сегодня вечером, или завтра утром эта брынза будет уже готова к дегустации. Далее. Вторую брынзу мы делали под грузом. Взяли груз 2,5 килограмма. И она у нас получилась более твердая. Соответственно, и засаливать мы ее будем немножко по-другому. Ну, это у нас должен получиться полутвердый сыр. Как бы, но не такая уж она и твердая. Но, опять же, результат посмотрим. Берем контейнер. Берем соль. Это не соль, это сахар я взял. Чуть не посолил брынзу. Ой, не подсластил. Было бы прикольно. Это соль точно. И вот таким вот образом солим головку. И натираем ее солью. Со всех сторон. Чтобы наш сырок равномерно просолился. После этого, друзья, берем чистую марлечку. Давай я ее смочу в сыворотке. Да, надо ее смочить, наверное, в сыворотке, чтобы она, Лариса права, чтобы она была влажная. И тоже в марлечке, смоченной в сыворотке, чтобы наш сырок во время засолки не пересыхал, помещаем во второй контейнер. Заворачиваем марлечкой. И тоже оставляем засаливаться на 12 часов. После этого просто сменим марлечку. Ну, естественно, продегустируем сыр. И сможем его хранить вот так вот в контейнере, в этой марлечке, чтобы он не пересыхал, пока мы его будем употреблять в пищу. Храниться он может достаточно долго. У него есть даже какой-то период созревания. То есть, на самом деле, там его можно на недельку оставить, чтобы он созрел. Вкус должен становиться более островатый и более пикантный. Но мы будем пробовать сразу, так как не хочется растягивать удовольствие, друзья. До встречи, я думаю, часов через 12. Может, сегодня вечером, может, завтра утром. Будем дегустировать эту брынзу и расскажем, что у нас получилось. Расскажем о ее вкусовых качествах, друзья. Ну вот, друзья, наш бри просолился. Пролежал он почти сутки в рассоле. И давайте его попробуем. Первым попробуем мягкий сыр, который у нас рассольный получился. Блин, как же он вкусно пахнет. Но сыр в последнее время почему-то пахнет медом. Ой, я его взвесить хотел. Можешь мне дать весы? И тарелочку. Настоящая брынза. Вообще такие глазки шикарные. Сейчас взвешу. Покажу близко. Готовили мы брынзу из 10 литров молока. Значит, у нас получилось из 10 литров молока 2 головки. Лиза, брынза не для тебя. 537 грамм. Ну, грубо говоря, мы получили килограмм брынзы из 10 литров молока. Хороший результат, друзья. Сейчас показываю срез. И после этого дегустирую. Смотрите, какой он шикарный на срезе. Как скибочка, так и сам сыр. Очень классный. Настоящая брынза. Ну что, попробуем? Приступим. Классическая брынза. Ничего. Ну, вкусная очень. Реально очень вкусная. Реально точно такая же, как в Грузии мы покупали на рынке. Ничего не отличается. Супер. Моговизичка для кусочек. Будешь? Будешь, моя кошечка? Это сыр. Ну что, друзья. Эту брынзу, сейчас доживем. Очень вкусно. Брынзу, которая рассольная, мы так и храним в рассоле. То есть, может, она хранится в холодильнике. Стоит, я думаю, в рассоле где-то недели 3-4 может спокойно стоять. А может и больше, наверное, да? Ну, думаю, что будет. Нет, так вообще брынза очень долго хранится. Все зависит от того, какой концентрации рассол. Чем сильнее, тем дольше хранится. Ну, да. Соответственно, она будет и просаливаться. И попробуем брынзу, которую мы сделали полутвердую. Ну, кстати, интересно, сколько ее взвесить. Такой же вес. 540 грамм. Структура более плотная. Сейчас покажу опять же таки. Друзья, такая она по структуре. Но значительно более плотная. Ну, соответственно, как бы это прогнозируемо. Мы же ее прессовали, прессовали весом. Сейчас попробуем, какая она на вкус. Ну что, попробуем. Немножко другой вкус. Немного отличается. Но, в общем и целом, я даже не могу сказать, какая лучше. И та, и та классная. Лиза ждет свой кусочек. Держи, Лиза. Выберем, да? Мне не понравилось тебе. Ну, ладно. Лиза раздумывает на второй порции брынзы. Друзья, по срезу вообще просто классика. Просто как хороший сыр, купленный на рынке в Грузии. Домашний. Вообще супер. По вкусу у него какой-то медовый запах. Мне так нравятся домашние сыры. Ну, в общем, эмоций много. Брынза у нас получилась. Единственное что? Я бы ее чуть больше просолил бы. Значит, я ее вчера... Я ее вчера обмазывал солью, но боялся пересолить. Вы видели. Я брал щепотку соли и обмазывал этот сыр солькой. Значит, я его сейчас еще просолю. Оставлю также во влажной тряпочке. Ну, и, собственно говоря, храним его в холодильнике, чтобы он не пересыхал. То есть мы его будем хранить вот прямо в этой марлечке. Тоже, я так понимаю, что долго она может храниться. Ну, месяц спокойно может храниться. Но я думаю, что ее все съедят значительно раньше. Сейчас половина порции поедет к брату, а половину мы успешно съедим. Друзья, брынза у нас получилась. Чего я вам желаю? Ну, собственно говоря, видео про рецепт брынзы мы на этом будем заканчивать. Спасибо, что вы с нами, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.